И так, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители покушать, и всего того, что вращается у микрофона, как всегда, ваш похожий слуга Мамору, и это великолепная сборочка Minecraft с модом Create. Как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, с закатом произошли какие-то колоссальные, глобальные и просто невообразимые изменения, которые все наши базы, в частности, и в маленьких таких масштабных делах. Ну а начнем мы с вами потихонечку это все объяснять. Для начала, самая глобальная проблема, с которой я дотолкнулся, это проблема самой сборки. То есть, после того, как я заснял предыдущую серию, я захожу в этот мир, и вижу проблему с бесконечной загрузкой. То есть, мир повисает на 100%, и все, не грузится ничего. Хорошо, что есть и остались у меня бэкапы, благодаря которым у меня удалось восстановить все то, что было здесь. Последний бэкап, к сожалению, был где-то за 3 серии до того, как я все это восстанавливал себе, поэтому здесь были кое-какие изменения, касающиеся всего буквально, что здесь происходит. Ну, начнем по порядку. Что я восстанавливал, что я не восстанавливал, и какие изменения здесь у нас произошли. Здесь у нас имеется небольшая такая ферма по производству обычного угля, который мне понадобится, а может и не понадобится в дальнейшем. Производится он благодаря дереву, которое здесь же и добывается. Я просто немножечко эту систему переделал, добавил сюда кинетическую руку, и это все немножечко автоматизировал. Как именно это все безобразие работает, я обязательно об этом расскажу, как только мы будем этим заниматься. Пока что я не думаю, что есть особый смысл углубляться в детали, как именно эта система работает. Я имею в виду именно эту самую механическую руку. Главное, что у нас здесь регулятор скорости вращения, передает крутящийся момент, это все у нас происходит, и добывается таким образом у нас в избыточном количестве уголь. Дальше же у меня встала проблема, как, соответственно, все это обрабатывать, все это добывать, и поэтому я восстановил всю вот эту вот систему по добыче песка. Как и было раньше, у меня здесь стоит добыча обычного булыжника, две пары колес дробления, которые добывают этот самый песок. Песок, как и было, у нас идет по конвейерам и попадает уже в автоматическом режиме вот в эту самую систему, которую я доделал, наконец-то довел до конца, так что она у нас ровно половину отсеивает кристаллов в передробление, и ровно половину отсеивает кристаллов в производство. Все это мне удалось благодаря маленькому такому туннелю, который просто решил все мои проблемы. Если в туннель будут попадать, получается, предметы, из него будут выходить, получается, выгоды, то таким способом туннель будет рандомизировать предметы, которые в него попадают. То есть 50% попадает у нас сюда, а 50% сюда. 50%, соответственно, попадает в дробилку, из дробилки смешиваются у нас песком, а получается обработанные семена идут на повторное омовение с помощью воды, и получается, все этот цикл повторяется по кругу, с тем учетом, что мы здесь постоянно получаем приток этих самых свежих кристаллов, которые благодаря всему происходящему, рано или поздно, превращаются в эти самые, получается, лампочки, которые используются для механизмов точности. Эта вся система теперь, благодаря тому, что я все-таки сделал это все, работает полностью в автоматическом режиме и без моего участия, с исключением небольших нюансов. Единственные нюансы, которые требуют здесь моего контроля, это вот этот вот двигатель стерлинга, который требует того, чтобы я загружал сюда постоянно уголь, и также вот этот вот механизм, который требует, чтобы я постоянно допитывал его, например, углем, и этот механизм бы плавил все железо, которое здесь у нас воспроизводится. И эту проблему можно решить, допустим, заменив вот эти два агрегата на систему, которая будет работать благодаря лаве. Возможно, мы этим займемся в этой серии, ну а возможно, когда-нибудь после, но обязательно мы с этим займемся, идея у меня по этому поводу определенно есть. Самые глобальные изменения, которые затратились у меня, наверное, за кадром, коснулись вот этой вот всей основной системы. В ней, на самом деле, и был основной затык, из-за чего косячилась наша сборочка. Как ни странно, первая и основная причина, почему сборка выдавала ошибку, это вот этот вот огонь, который у нас возникает благодаря моду оккультизм. Мне не сразу пришла идея в голову просто взять и в сборке банально его обновить. Но на мое удивление, на мое счастье, обновление этого мода до оптимальной версии способствовало тому, что сборка начала работать, но также выдавала ошибки. Почитав на форумах, посидев, я просто удалил мод Optifine, и сборочка сейчас пока что работает стабильной. Я надеюсь, что больше вылетов не будет, и так продолжится стабильность у нас до больших масштабов, и никаких больше проблем у нас с этим не возникнет. Насчет, опять-таки, вот этого всего механизма. По сравнению с того, что мы делали с вами в прошлой серии, здесь кардинально все поменялось. Но на самом деле, не сильно механизм, как-то очень сильно замудрен. Как и в прошлой части, нам нужно было сделать так, чтобы листья паворника у нас шли, разрезались, половина шла у нас, получается, в используемую часть, а половина шла на повторную обработку. Получается, так у нас здесь и происходит. Половина, которая идет на повторную обработку, у нас попадает в драйвер. С помощью вентилятора попадает у нас, получается, на вот этот вот огонь, потом на конвейер, и потом снова сюда, получается, в наш драйвер. И так идет по кругу. Вся эта система продублирована здесь буквально так же три раза. Таким образом, у нас здесь успешно получается насобировывать бесконечное количество бесконечного паворника. С чем я, несомненно, рад, и чему я, несомненно, счастлив. Это вот так вот я сейчас рассказываю все это легко, непринужденно, и кажется со стороны, что это все легко. Но на самом деле, у меня потратилось на это примерно две недели на то, чтобы решить все эти проблемы, и несколько десятков раз начинать все сначала. Это требовало колоссальных усилий, но я безмерно рад, что мне не придется забрасывать этот сезон, и новой серии у меня здесь получится снимать, и я смогу продолжить успешно эту сборочку. И последнее, что я хотел бы вам продемонстрировать, оно находится вот здесь вот. Всю систему, которая находится у нас вот здесь, вот по производству глины, я тоже переделал. Она, как вы можете наблюдать, приносит там гигантское количество этой самой глины, благодаря чему вся вот эта вот система работает бесперебойно. Я сделал здесь точно такой же механизм, как и говорил я заранее, который находится у нас вон в той вон части. То есть вот здесь у нас все производит песок, песок у нас промывается, гравия отсеивается, и получаем мы здесь глину. Эта система отличается от той, лишь тем моментом, что здесь у нас стоит, луканический пресс, который крафтится благодаря цинковой машине, которая у нас появляется, благодаря вот этой вот системе с лавой. И вот этот вот наш пресс, позволяет нам, благодаря размещению здесь воды и лавы, генерировать какое-то безумное количество булыжняка, что позволяет, в принципе, нам без зазрения совести, использовать его в наших корыстных целях, и производить гигантское количество глины, что, в принципе, нам и было изначально здесь нужно. Ну, получается, это последнее изменение, которое я уже сделал вне кадра, и последнее, что нам нужно было здесь осветить и рассказать. А оставшуюся же часть серии я предлагаю посвятить тому, что мы будем уже делать в нашей новой серии. Можно было продолжить дальше двигаться по квестам, но я опять-таки здесь сталкиваюсь с некими проблемами. Не с тем, что я не знаю что-то сделать, а с тем, что, возможно, у меня на что-то не хватит ресурсов. И поэтому я, наконец-то, предлагаю начать развивать здесь рынок, который позволит нам покупать, продавать и заниматься торговлей. То есть мы можем за монету, допустим, что-то покупать, а также за монетой мы можем что-то продавать. Допустим, у меня получается вот здесь вот есть все то, что мы можем сюда импортировать, а также экспортировать. И если я все правильно понимаю, нам в этом поможет, несомненно, вот этот вот мультисервопресс, который красится у нас успешно, благодаря латунной воронке и дроперу, что, в принципе, достаточно легко и быстро делается. И теперь нам нужно то, что будет этот самый механизм питать. Вот, например, нам идеально подойдет для этого всего стерлинг-генератор, который крафтится тоже достаточно легко. Так, давайте подойдем сюда, допустим, и попробуем это все вот здесь вот разместить ради примера. То есть вот сюда вот я должен разместить профессию, а вот здесь вот то, что мы будем обменивать. Допустим. Хорошо. И теперь мне предстоит непростой выбор, что именно мы хотели бы здесь обменивать и на что. Судя по всему, самое простое, что я могу здесь себе заполучить, и самое простое, что я могу выращивать и продавать, это сладкие ягоды, которые до безумия просто выращиваются у нас, до безумия просто собираются. И, в принципе, на их системе, я думаю, себе без проблем получится сделать то, что я хочу. А именно бесконечную ферму денег. Нужно сейчас попробовать этим заняться. Ну, как-то так должна эта система работать. То есть я надеюсь, что вот эта вот выращенная система, она будет вот так вот вращаться, вращаться, и рано или поздно соберет все необходимые у нас кусты, которые здесь будут посажены. Для того, чтобы это все работало более-менее адекватно, я сейчас буду здесь пытаться награбодить систему, как ни странно, которая должна это все нормально, адекватно работать и функционировать. То есть для начала я все, получается, саженцы, которые здесь у нас попадают, буду выбрашивать в драйвер, который находится повыше. А уже из него у нас все будет попадать в обычный наш мультистервовочный вот этот вот панель, как это ни странно называется. Здесь двигатель стерлинга, и все это успешно работает. Для того, чтобы это все нам первым делом завестись, я уже здесь себе прикупил импорт на сладкие ягоды. Теперь сладкие ягоды у нас имеются в наличии, и мы можем их без зазрения совести выращивать. Теперь же будем надеяться, что они теперь вполне нормально и эффективно будут здесь собираться. Потом же в моих целях вот здесь вот этих систем нарастить вот туда, он вверх. Сколько мне позволит просто моя оперативная память. Я специально их здесь себе разместил подальше от основных чанков, для того, чтобы поменьше себе опять-таки нагружать систему. Я надеюсь, это все будет более-менее эффективно работать. Теперь профессию фермера я пока что отключаю, пока у меня здесь не выращены везде эти сладкие ягоды. Я же сейчас хочу себе побольше заиметь костной пыли, чтобы это все безобразие побыстрее вырастить, и заодно проверить, будет ли это вообще все расти. Да. Просто нужно было поставить обычный сундук, и теперь все успешно работает. Моя же сейчас задача засеять здесь себе область по максимуму. Ну как-то так это все безобразие у нас растет и процветает. Потом надо будет уделить небольшое время за кадром, чтобы это все благоустроить, возвести небольшую окружность возле этой ситуации, и продолжать вверх, пока не надоест. Здесь у нас уже пока я все это строил, просто в пассивном режиме накопилось 32 штуки, пусть это потихонечку попадает в наш пресс. Только я вот что забыл, надо вот это вот, наверное, стерлинга, генератор, разместить по-другому. Именно вот так вот. Потому что снизу у нас будет выход для денег, который сделать я здесь забыл, но потом я сделаю, я не думаю, что у меня так много этих самых денег будет. Главное, что у нас все это работает, и главное, что у нас существует, и деньги уже в каком-то пассивном режиме это все у нас безобразие приносят. Деньги же, как я уже и говорил, я могу тратить на совершенно различные вещи. Например, у меня очень сильная нехватка для дальнейшего прогресса именно в меди, и меди я буду здесь успешным образом закупать. И надеюсь, что в меди теперь я буду нуждаться очень и скоро, как только нормализую ее производство, благодаря вот этим самым деньгам, которые мы здесь с вами зарабатываем. Особенно я надеюсь, что когда вот эта вот вся система у нас вырастет в масштабах, с деньгами у нас точно никаких проблем не будет. Ну и последнее, что я хотел бы на сегодня попытаться реализовать, организовать, это система по автоматической добыче лавы. Это надо было сделать очень давно, но только сейчас у меня до этого, наверное, руки дошли, чтобы мы с вами начали этим самым заниматься. Я думаю, вот здесь вот неплохое место, хотя мне хотелось бы сначала ровную поверхность для всего этого безобразия. В общем, в чем суть этой системы? Суть в том, что у нас в аду имеются деревья, которые растут. Срубив парочку этих деревьев, я надыбал себе адских бревен и адских саженцев, выращивая которые, благодаря опреснителям, то есть вот этим выживателям, я могу генерировать себе лаву. По 25 миллибакетов. Очень медленно, да. Но я смогу это себе сделать. Так что давайте пока что, не знаю, попробуем реализовать эту систему. Вряд ли у меня получится что-то дельное и сносное, но я попробую. Давайте вот здесь вот что-ли, достаточно места, я думаю, и пока что хватит. Если что, всегда можно переехать. Мы берем саженец, пытаемся выращивать, вырастает просто листья. Нет, такой, братан, меня вариант вообще не устроит. Хорошо, не хочешь по-хорошему, давай по-плохому. Если ты вырастаешь вот таким вот кустиком, поступим немножечко кардинальным образом. А что, если я тебя возьму и выращу вот здесь вот, допустим, да? Что ты на это-то скажешь? Ты вырос, замечательно. Я строю от тебя вот такой вот небольшой древенчатый мешочек. И смотрим, благодаря вот этим выжимателям ты будешь что-то выжимать? Да, он начал выжимать лаву. Это можно понять по текстурке, которая здесь у нас организовалась. Ну, такая система мне уже нравится. То есть у меня просто здесь идут выжиматели. У меня всего здесь было выращено два дерева, остальные деревья я уже сюда приделал. И получается, я выращиваю здесь еще одно дерево, и все это должна система работать. То есть я беру через четыре блока примерно, поднимаю здесь вот на примерную высоту, по факту это без разницы, и начинаю себе выращивать дерево. Все, и получается, я сначала бревна делаю себе сюда, а потом уже вставлю эти самые опреснители. Очень важно, самая, наверное, важная вещь, чтобы эти листья были естественно сгенерированы. То есть, благодаря тому, что я выращиваю их из саженцев, они являются естественно сгенерированной структурой. И благодаря этому я могу выжимать из этих деревьев лаву, сколько мне вздумается, и она здесь успешно начинает выжиматься. Даже несмотря на то, что... Ну, даже несмотря на то, что, казалось бы, эти адские бревна я поставил руками. Но! Они же подсоединены как бы сгенерированной структурой, значит, все должно работать более чем нормально. Так, теперь я должен немножечко сейчас себе меди переплавить, остатки, которые у меня остались, для того, чтобы сделать побольше труб. Так, все, получается, я трубами всю единую систему соединил. Допустим, я хочу разместить вот здесь вот бак, в котором будет храниться вся у нас жидкость. И теперь я просто должен здесь сделать небольшую систему по выкачке этой самой жидкости. Осталось мне лишь передать сюда крутящийся момент каким-нибудь чудным образом. Ну, думаю, да, вот такой вот вариант мне вполне устраивает шестереночкой. Смотрим. Опа! Получается, у нас пошла лава из всех источников, даже из самых дальних. Она пошла выкачиваться, и успешно попадает в этот лавовый бак. И здесь уже два ведра лавы из 64. Это просто вау! Это очень весомое количество лавы, которое я могу здесь набрать. За то маленькое количество времени, что вся эта система существует. Она и будет медленно выкачивать лаву, но я думаю, все будет упираться именно в саму выкачку этой самой лавы, потому что как-то очень странно креет взаимодействует с жидкостями. Но главное, что все это работает, и мы всю эту лаву печатаем буквально из воздуха. Думаю, мы уже вместе с вами в полноценной займемся в следующей серии продвижениями, наконец-таки продвижениями по остальным квестам, которые затронули у нас основные главы, оставшиеся, и нас ждет, насколько я знаю, автоматическое производство колес дробления, сингулярности, взрывы этих сингулярностей. Это все безумно интересно, но как-нибудь в следующий раз, я надеюсь, что в следующей серии. Ну, а пока на это все. Извиняюсь, если что, у меня был какой-то севший голос, коронавирус никого не щадит. Ну, и тогда на это все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был как всегда. Ваш похожий слугам Амору. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok